Что ты знаешь о тизерах? Да, это короткие рекламные ролики к тому или иному фильму, но в отличие от трейлеров в них крайне мало информации. В киноиндустрии это оправдано тем, что некоторые фильмы снимаются годами. То есть, чтобы порадовать поклонников, режиссеры за неимением достаточного количества материалов выпускают тизер, который призван поддержать интерес вокруг кинокартины. Однако в последнее время становится модным делать тизеры к песням. Так, например, и поступил Сергей Лазарев со своей песней для Евровидения 2016. Приготовься, ты увидишь его прямо сейчас. Ты оценил это идеальное сочетание видеоряда и музыкальной дорожки? Почувствовал мурашки от зашкаливания эпичности? Как это нет? Ах да, там же был вроде как поющий Лазарев, тёлочка и никакого музыкального сопровождения. После просмотра возникает лишь один вопрос. Зачем? В отличие от фильма, песню в хороших условиях, а Лазарева они очень хорошие, можно записать за неделю. Накинем ещё недельку до создания клипа и готово. А всё остальное это уже искусственное растягивание времени для поддержания такого же искусственного интереса. Может нам ещё по 500 рублей в кино платить, чтобы клип посмотреть? Скорее всего, это пагубное влияние Киркорова на него. И всё же, плохой Лазарев, фу-фу-фу, плохой! В 2014 году певица Кеша подала заявление в суд на своего продюсера доктора Люка и обвинила его в насилии, сексуальных домогательствах и причинении вреда здоровью на протяжении 10 лет совместной работы. Свободу попугаем! Свободу попугаем! Сам продюсер подал встречный иск за клевету и нарушение обязательств, ведь по контракту Кеша должна записать ещё 8 альбомов под его покровительство. Судебные разбирательства длились 2 года до недавнего момента, когда суд вынес о вердикт, по которому певица обязана продолжить работу с доктором Люком и записать ещё 6 альбомов. Free cash now! Free cash now! Free cash now! Free cash now! Для западного сообщества это оказалось настолько дико, что многие звёзды выразили своё сожаление и поддержку Кеша. Многие западные звёзды, как ты понимаешь. Ведь в России это абсолютно нормальная ситуация. Чтобы попасть в русский шоу-бизнес, совершенно не обязательно быть талантливой. Всё, что нужно, это быть красивой, подписать договор и не сопротивляться тому, что последует за ним. Кстати, в России это прекрасно работает не только с девушками, но и с парнями. То есть, если бы подобная ситуация возникла у нас, то суд не продлился бы 2 года. Скорее всего, он закончился бы уже после первого слушания, а результатом была бы полная и безоговорочная победа продюсера. При этом окружающие бы всячески его поддерживали. Мол, такую сучку, пусть знает своё место. В общем, я не удивлюсь, если у доктора Люка есть русские корни. А если их нет, то ему срочно нужно переезжать сюда. Ведь где ещё он найдёт столько сторонников, поддержки, понимания и безнаказанности? Россия священная наша держава Новости Элтон Джонс с его мужем Общество анонимных гомофобов Элтон Джонс с его мужем не собираются оставлять всё своё состояние, точнее состояние Элтона, своим сыновьям. Точнее, суррогатным сыновьям. Конечно, мы с мужем обеспечим детям некоторую финансовую поддержку, но давать им серебряную ложечку – это ужасно. Это может разрушить их жизнь, сказал музыкант. Вообще, у них и так уже не всё хорошо. У них две папы. А теперь эти папы не собираются оставлять им наследство. Как говорится, то, что их отцы геи, мальчики знали давно. А вот то, что они пидоры, они узнали недавно. С одной стороны, можно понять решение Элтона, ведь все прекрасно знают кучу примеров золотой молодёжи. Однако, маленький Милонов внутри меня говорит, что вскоре мальчикам понадобится много денег на психотерапевту. А ещё Милонов говорит, что он очень рад тому, что билеты на концерт Элтона Джона, который состоится 30 мая, стоят 25 тысяч рублей. И изнемождённые кризисы москвичи не смогут позволить себе билеты на его концерт. И тогда он со своими друзьями-депутатами будет наслаждаться им с первых рядов. Ох уж этот Милонов. Новости. На этом всё. За предоставленное помещение огромное спасибо студии звукозаписи Arcus Records. Ставь лайки или дизлайки. Если не подписан, то подпишись уже в конце концов на наш канал и расскажи о нас друзьям. Сегодня с тобой был Маша Котик. Пока.